В 2009 году это бородатая неяса. Когда я ее увидел впервые, я сфотографировал ее и опубликовал на сайте программу «Птица Москвы и Подмосковья», мне сказали, что это очень редкая встреча, и чуть ли не первая бородатая неяса в Москве. Это птица очень крупная, примерно 70 сантиметров высокой, и бывает, насколько она пролетит, после этого ее видели еще раза три-четыре. Но она у нас в Москве не гнездится, потому что она предпочитает большие гнезда, гнезда занимают, гнезда орлов, птицеревятников, конюков, поэтому в Москве сложно найти место обритания. Еще такая птица у нас гнездится – это серая неяса. В апреле 2014 года мы нашли вот этих слезку в Серая неяса, их было трое в Останковском парке в Москве. вот, и потом, скажем так, я стал наблюдать за этим местом. Это вот мама Серая неяса, которая сидела рядом с тем самим недалеко от них и охраняла их. Это тоже было. Вот. в ноябре 2014 года я нашел дуплок, где сидел на гнезке самец в Северноярске. вот, а буквально в прошлом году те птенцы, которые были до этого, они вывелись, они уже были большими и уже готовы были к леру самостоятельно. Но в 2014 году у нас Останкинский парк реконструировали, вырубили практически весь подлесок, оставили только одни дупы. Очень мало осталось деревьев, которые диаметром примерно ну, сантиметров 10-15. А все, что мельче этого диаметра, все было вырублено. Вот. Поэтому, когда в следующем году Серая неяса, скажем так, у Серая неяса, мама сидит в дупле, где она выводит тенцу, вылетели тенцы, в конце февраля месяца, опять же, маму, вот, то им некуда было спрятаться. Останкинский парк довольно такой парк, по которому люди ходят. С утра там очень много людей, которые выгуливают собак, ходят не с одной собакой, а даже с двумя-тремя. И, сами понимаете, если птенец слетел на землю, то это практически его смерть. Поскольку подлеска не было, соответственно, садиться было некуда. И спрятаться в тенцу очень сложно, поскольку в Останкинском парке живет большое количество серых ворон. сейчас я вам расскажу небольшую историю. Вот это вот тоже можно посмотреть, какая меметрия у серой неязыки. Вот она сидит, ее практически не видно, что она там находится. Вот так вот выглядит примерно ствол дерева, где она сидит. Вы увидите вы ее. А вот так выглядят слетки, когда они только слетели. Вот этот слеток серый неязыки, буквально на днях покинувший гнездо. Они прятались, прислоняясь к дубу, к дубу, на которую они могли залезть. А одного птенца, который слетел на землю, мы в прошлом году даже караурили, поскольку он сидел вот так вот на земле. И мог оказаться легкой добычей и собак, и ворон, да и людей. Потому что в прошлом году у серых неязыки во многих парках Москвы были птенцы. И некоторых птенцов приносили люди, которые находили их на земле, в тот же парк Сокольники. Там есть орнитарии. В орнитарии приносили птенцов, найденных в Измайловском парке. Когда птенец сидел на земле, соответственно, мама сидела на одном из деревьев, недалеко от птенца, а папа находился в своем дубле. Мы вот этого птенца очень долго караулили, чуть ли не до вечера, поскольку он сидел на земле и никуда не слетал. Но как только наступил вечер, стало темно, я удивился, как шустро птенец добежал до ближайшего дерева, которое было примерно диаметром, нет, сантиметров в десять и буквально вбежал по скволу по голову, метров на пять и сел на ветку. Вот. Потом мы все-таки караулили этого птенца, чтобы, не дай бог, он не достался серым воронам или собакам. Буквально через день к вам мы пришли, к нему сидел вот так, потом на него начали нападать серые вороны. Серые вороны киса большая, крупная по сравнению с птенцом. Но птенец уже к тому времени летал, он при нас перелетел на другое дерево и сел вот так вот. Но на открытом месте сел. И тут же этим воспользовались серые вороны. Они начали его атаковать со всех сторон. Их было огромное количество. Но когда его атаковали серые вороны, мама издавала крик, и серые вороны переключались на нее. То есть, вот эта сидит мама, она там рядышком на дереве сидела. И вот так же ее тоже начинали атаковать серые вороны. На ворон было большое количество. Тут не передать число. Сейчас я вам покажу небольшой видеоролик. Это у нас же правда жизнь, сценарий. Он только рассказывает мне, он каждый месяц ходит, правдует. Сраба, вчера, сраба, нет. Нет, это предыдущий как-то. Было примерно вот так. Прошу прощения опять за треску, потому что это сейчас не отусорок. еще подтягивает. Это мой голос звучит. Я там был не один, я там был с воде горячего. Мы вдвоем, скажем так, птенца караулили и в случае чего оттугивали этих воронов. А что птенцу взглянуть ворона как-то ориентировалась. Не знаю почему, но он был воронцовый, ребят, птенца ее очень сильно пугал. Тебе мамашка срой летят? это мои комментарии, когда я видео снимал. Прошу прощения. Там была большая стоя ворону, намного больше 50 птиц, которая вот так вот, можно сказать, прессовала этого птенца. Но впоследствии этот птенец вырос. Я видел, как он начал мстить этим воронам. Я пришел туда очень поздно, когда уже было темно, и птенец уже хорошо сам летал, и он набрасывался на серых ворон, которые находились на щетке на дереве. И воронами соответственно, очень плохо ориентируются ночью, и они от него в фонике перелетались с одного дерева на другого, потому что далеко вылететь они не могли. если вы слышите такой крик ворон, вы можете спокойно идти и сможете там наверняка находится неудобная хищная птица. Либо это сова, либо это ястрик, либо это еще какой-либо хищный. Это даже может быть и не птица, а в ботаническом саду еще будет соличная куниса, так как вороной 50-й на лесной поле. хрифор хрифор зуб